Я думаю, что ощутил влияние санкций на себе каждый. Если смотреть в совокупности вопрос санкций и антисанкций, на своем кошельке, совершая покупки в магазине, смотря за ассортиментом товаров и услуг, это первая наиболее очевидная вещь, где мы все на себе эти санкции ощутили. Эффект, конечно, есть краткосрочный и долгосрочный. Мы это будем на себе ощущать еще долгое время. Не только по продовольствиям, но и по товарам длительного пользования, по производству средств производства, поскольку наш бизнес сталкивается с этими санкциями в процессе получения кредитов, технологий и так далее. Конечно, санкции сами по себе меня, как экономиста, не радуют. Здесь, очевидно, Россия будет нести ущерб, исчисляемый несколькими процентами ВВП ежегодно. Другое дело, как их можно снять в нынешней ситуации. Президент, мне кажется, правильно сказал, что суверенитетом не торгуют. Можно, конечно, сдать Крым, еще что-то сделать. Наверное, понятно, что это не тот выход, который поддержит подавляющее большинство российских граждан. Нужно приучаться жить в этих условиях, какие мы имеем. Нужно извлекать по возможности максимальную выгоду из той ситуации, которая у нас есть. Понятно, о чем идет речь. Наконец, мы вспомнили о своем родном сельском хозяйстве. Не было счастья, да несчастье помогло. Здесь потенциал, мне кажется, значительный и далеко еще не использованный. Уже на 3% при условиях, что экономика вся в целом находится в кризисе и падение 4-5% ВВП. Но сельское хозяйство выросло на 3%. Оно бы выросло еще больше, если была возможность доступного финансирования. Это уже другой вопрос. Но вот здесь у нас определенные потенциалы, подвижки для поднятия своего собственного и сельского хозяйства, и АПК в целом. Да, он имеется. Есть возможность ориентироваться на рынки других стран, которые, соответственно, санкции не поддержали, не ввели, либо не являются, так сказать, их активными проводниками. То есть не сошелся свет клином на Европе и США, хотя, безусловно, это крупнейшие, одни из крупнейших экономик, да, там, наряду с китайской. Да, вот США, Евросоюз и Китай — это такие вот три, конечно, центра силы, которые остальные страны или об образовании с ними не сопоставимы. Но в определенной степени мы, значит, эти рынки для нас закрыты, но закрыты, опять же, не совсем, не по всей номенклатуре, но остаются рынки того же Китая, остаются рынки, значит, других азиатских государств. Нужно эти возможности использовать, тем более, что там Россия способна выступать не только поставщиком сырья, к чему, к сожалению, сейчас у нас структура, так сказать, нашей внешней торговли скатилась, по сути, да, что мы стали подавляющим, значит, отношением к экспортерам сырья, у нас доля, значит, гражданской продукции, да, вот высокой степени переработки, там, около пяти процентов, даже, наверное, менее составляет, если, там, к машиностроению попытаться, там, прибавить еще какие-то, там, материалы химии, да, там, высоких пределов металлургии и так далее, это крайне мало, конечно, надо ситуацию исправлять. Кое-что в этом направлении делается, да, но вот рынки, как раз стран, которые санкции не поддержали, для нас здесь могут стать существенным подспорьем, вот, нужно улучшать структуру экспорта, да, вот, форсируя, значит, сотрудничество с этими, с этими государствами, вот, ну и повторяю, что Европа-то для нас, например, та же самая Европа, да, она для нас полностью не закрыта, нужно выходить на эти рынки, поддерживать всеми возможными законными, да, способами, значит, экспорт нашей продукции высокой степени переработки, даже ВТО здесь, на самом деле, не является, вот, как бы, жестким ограничителем, да, ВТО настолько сложное, то есть, по большому счету, если очень хочется, то все можно, главное, это правильно обосновать. Вот, вот, во что сейчас превратилось, например, да, вот ВТО со своей очень сложной системой, системой правил ограничений. У нас пока, к сожалению, не решены многие вопросы по даже административным барьерам, да, для экспорта нашей продукции, не говоря уже об его поддержке, то есть здесь еще можно более чем над чем подумать, да, то есть это вопрос касается и финансирования, да, вот нашего экспорта, и снятия административных барьеров и таможенных барьеров, то есть зачастую у нас просто экспортеры сталкиваются с проблемой, и даже с тем, что зачастую наши некоторые контролеры на предприятия, которые становятся, значит, экспортерами продукции, набрасываются, то ли видя в них, как бы, какую-то прибыль, то ли, может быть, выполняя чьи-то заказы здесь, как бы, нужно еще разбираться, да, почему, значит, только ты становишься экспортером промышленной продукции в Европу, тут же к тебе наши контролеры, например, федеральная монопольная служба приходит и начинает тебя, с позволения сказать, кошмарить, да, то есть, ну, даже нужно просто посмотреть, все ли у нас чиновники ориентируются на, так сказать, повышение национального благосостояния, а не, так сказать, свой карман или интересы других государств. Вот как-то таким образом. Вот, кстати говоря, вы сами вышли на этот вопрос, вопрос коррупции.